Добрый день! Мы из команды «Сияние» спецшколы иностранных языков при ХГУ. Сегодня на нашей презентации мы будем говорить о нашей столице Ханой. И конкретнее мы будем говорить о наших достопримечательностях. Ханой – это город с богатейшей культурой и длинной историей. Она еще является самым популярным туристическим городом во Вьетнаме. В Ханой замечаются разнообразные архитектуры. Старые дома, смешанные с современной архитектурой и канальной архитектурой, как Китай и Франция. Если говорить об архитектуре Ханой, можно еще сказать об мавзолее Хашимина и тюрьме Хуала. Особенно в этом мы хотим выделить вам храм литературы Озера Возвращенного Меча и старый квартал Ханой. Итак, сначала мы будем говорить о Озере Возвращенного Меча. Это, можно сказать, сердце столицы Возвлетного дракона Тайлам. Так называется это старое имя Ханоя. Это озеро расположено в самом центре Ханоя. И вокруг него находятся архитектурные сооружения, как башня Зуа, башня Терепахи, мост Тхэгхук, мост восходящего солнца. Итак, Нгоксод. Это храм Нефритной горы. Его пейзаж, живописная красота и особенная атмосфера популярна и туристам, а для нас, ханойцев, она считается гордостью. Далее мы будем говорить о храме-литературе, одна из самых известных достопримечательностей Ханоя. Она еще стала символом образования Вьетнама и была построена в 1070 году. И в 1076 году она стала первым в истории Вьетнама университетом. В наше время храм представляет в себе многоэлементную погоду с парками, с зданиями, с архитектурой многих династий. На его территории полным-полно подвенных стел, статуй, ходят церемонии, учебные занятия и даже экзамены. Также есть такая примета посещать храм перед важными экзаменами у вьетнамских школьников и студентов. На удачу вообще для каждого вьетнамца является огромной честью посетить храм хотя бы один раз в жизни. И третья достопримечательность, которую мы хотим рассказать вам на сегодня, это Старый квартал. Старый квартал известен своими особенным каналианным архитектурой. Он находится недалеко от вышесказанного озера Возвращенного Меча. Его сердце и душа подвергаются на торговых старинных улицах. Прогулка по этому кварталу является обязательной для каждого туриста, кто хочет столкнуться с вьетнамской культурой или просто насладиться старинной красотой города. И это все, что мы хотим рассказать вам о трех местах достопримечательностях Ханое. Это наша гордость каждому туристу, кто собирается во Вьетнам, то это места, которые обязательно нужно посетить. Я надеюсь, что наша презентация как-то помогла вам больше узнать о нашей стране, нашей культуре. Спасибо за внимание. До свидания.